Что можно сажать рядом с малиной? Малина – ягода, обладающая массой полезных свойств, из нее получается вкусное варенье, выпечка, компот. Сегодня она выращивается практически на каждом приусадебном участке. Конечно, малина привередлива и требует определенного ухода, с чем садоводы неплохо справляются. Но редко кто задумывается, что можно сажать рядом с малиной, чтобы повысить ее плодоносность. Некоторые «соседи» способствуют благотворному влиянию друг на друга, тем самым повышая урожайность и создавая максимально благоприятный климат для правильного роста. Другие же, напротив, могут оказывать негативное влияние на рост культуры, вытесняя ее и подавляя нормальное развитие. Почему нельзя сажать рядом некоторые растения? В растительном мире некоторые сорта по-разному влияют друг на друга при посадке рядышком. Тем самым урожайность и правильный рост культуры может улучшиться, либо напротив существенно снизиться. Поэтому имеет значение не только правильная посадка и уход за растением, но и что растет по соседству. Агрономы условно-соседствующие культуры по степени влияния друг на друга делят на «положительное соседство», когда соседи хорошо гармонируют друг с другом, благотворно влияя на рост и урожайность, нейтральное соседство никоим образом не оказывает ни положительного, ни отрицательного влияния, угнетающие соседства способны не только затормаживать рост и развитие культуры, но и привести к гибели. Поэтому выращивание малины во многом зависит от того, будет ли она благотворно гармонировать с растущей поблизости культурой. Если соблюдать рекомендации опытных садоводов, то увеличится не только плодоносность. Малина будет меньше расползаться и разрастаться, что приведет к увеличению урожайности и уменьшению требуемого ухода за ней. Урожай малины увеличится при правильном соседстве на заметку. Совсем не обязательно выращивать рядом с малиной другую растительность, в этом случае придется выделить существенную часть участка. А зачастую на огороде каждый квадратный метр на счету. Куда проще учесть совместимость малины с другими растениями. Что садить не нужно. Некоторые сельскохозяйственные культуры не стоит высаживать в непосредственной близости к малине, поскольку они не просто препятствуют ее росту, а выделяют так называемые угнетающие вещества, способные полностью выжать растения. К угнетающим веществам в сельском хозяйстве относятся калины. Калины – это органические вещества, которые в процессе своей жизнедеятельности выделяют высшие растительные культуры. Эти вещества подавляюще действуют на некоторые сельскохозяйственные культуры, тормозя их развитие и приводя к гибели. Именно поэтому есть ряд растений, которые категорически нельзя высаживать вплотную к малине, петрушку, редис высаживать возле малины. Не стоит, они способны существенно приостановить рост кустарника, тем самым может даже измениться вкус ягод в худшую сторону, сочетание. Малины и винограда не приветствуются, виноград забирает все питательные вещества, приводя постепенно к гибели, вырастить в непосредственной. Близости малиновой кусты облепиху, жасмин, настурцию, хосту или бузину не получится, они действуют очень угнетающе на ягоду, существенно. Влияют на кустарник малины ряд цветов, например, бархатцы, ирис, хоста. Их ни в коем случае нельзя высаживать вместе на одну грядку, урожайность падает в разы, малина, земляника, голубика и клубника плохо. Уживаются друг с другом, поскольку корневая система у них находится примерно на одном уровне в почве, соответственно, они конкурируют. Друг с другом запитательные вещества, вредители и болезни у них также общие. Лучше каждый вид садить отдельно друг от друга, малиновая грядка в непосредственной близости с вишней плохо контактирует друг с другом. Вишня способствует существенному снижению плодоносности, поскольку майские жуки часто на вишневых веточках откладывают свои яйца. Появившиеся личинки с удовольствием питаются корневой системой малины. Важно! Рекомендуется соблюдать дистанцию между культурами не менее 7-10 метров, а то и более. Виноград оказывает негативное влияние на рост малины. Обратите внимание! Чтобы вырастить хороший урожай малины, с сочными и сладкими ягодами, стоит избирательно сочетать растительные культуры, растущие на одной грядке. Что лучше всего посадить рядом с малиной? Некоторая растительность не просто уживается рядом с малиновыми плантациями, но и «дружит» с первых дней, иными словами можно выделить. С чем сочетается малина лучше всего, наиболее благоприятной подругой «малины» является яблоня. Эти две культуры защищают друг друга, способствуя хорошему урожаю. Яблоко защищает малины и кустики от серой гнили, а та, в свою очередь, от парши. Яблоня отлично соседствует с малинами кустами. Посаженный поблизости укроп своим ярким ароматом привлекает на цветущие кусты малины насекомых, опыляющих ее цветки, укроп привлекает. Насекомых опылителей рекомендуется сажать рядом грушу, сливу, рябину, сирень. Красная и черная смородина, крыжовник также хорошо уживаются вблизи, важно. Черная и красная смородина не очень уживаются друг с другом, постоянно конкурируя за питательные вещества. Поэтому они сажаются либо на расстоянии нескольких метров друг от друга, либо по отдельности. Но это никоим образом не сказывается на соседстве между смородиной и малиной негативно. Важно! Многие дачники, пытаясь добиться наилучшего эффекта, высаживают смородину и яблоню в непосредственной близости от малинника одновременно. При этом они не задаются вопросом, а можно ли яблоню сажать рядом со смородиной. Эти культуры хорошо гармонируют друг с другом при условии посадки на расстоянии нескольких метров, так как смородина любит разрастаться. Смородина – хорошая подруга, малиный ряд декоративно цветущих растений будет способствовать росту новых побегов, розы, можжевельник. Барбарис – пионы, хорошо соседствуют поблизости огурцы, томаты, картофель. Эти культуры благотворно влияют друг на друга, у малины улучшается вкус ягод, сочетается с малинами-плантациями и живичник. Более того, многих интересует, малина переопыляется или нет. Однозначно можно сказать, да. Например, благодаря тому, что ежевика росла в непосредственной близости от малины, и произошло переопыление, появился гибридный сорт – ежемалина Тайбери. Соответственно, ответ на вопрос, переопыляется ли малина разных видов и сортов, однозначно положительный, большую пользу корневой. В системе приносит посаженная между рядами вековсиная смесь, которая довольно быстро образует единую зеленую массу, выступающую в качестве удобрения для почвы, также сокращается количество сорняков. Соответственно, рост новых побегов, а, следовательно, и объем урожая существенно увеличивается. Благотворное влияние на малину. Малиновая культура хорошо соседствует с большим количеством растений. Более того, в некоторых случаях они друг друга дополняют, улучшая вкусовые свойства и урожайность, защищая от вредителей и ряда заболеваний. Можно выделить растения, которые оберегают малинку от вредителей, эффективно борются с малиной мухой пряные травы, например, майоран, базилик, петрушка. Их специфический запах, постоянно витающий в воздухе, распугивает мух, петрушка отпугивает малиную муху лечебные травы, обладающие Ярким ароматом, посаженные в непосредственной близости от малиных кустов, распугивают ряд вредителей. Поэтому садоводы рекомендуют садить рядом календулу, ромашку, пижму, тысячелистник. Вредитель просто не чувствует малины запах, его перебивает цветочный аромат, чеснок, его насыщенный чесночный аромат отпугивает. Опасных насекомых, крапива редко присутствует на огородах дачников, тем не менее, малине приносит только пользу, защищая сочный фрукт. От насекомых, желающих им полакомиться, запах красной бузины довольно неприятен для многих насекомых, поэтому ее близкое соседство. Благосклонно сказывается на малиных грядках. Для ряда растений малина сама является агрессором, который медленно, но уверенно захватывает территорию, постепенно разрастаясь и превосходя свой участок. Но есть культуры, препятствующие ее активному размножению, если вокруг участка с малиной посадить щавель, то разрастание малины прекратится. Поскольку щавель обладает определенной кислотностью, не дающей расползаться корневой системе малины, важно. Ширина щавельной посадки должна составлять не менее 0,5 метра. Метлица, по мнению ряда агрономов, является сорняком, от которого они очищают свой сад. Но если посмотреть на это с другой стороны, она хорошо сдерживает распространение малины, так как ее корни глубоко уходят в грунт. Тем самым препятствуя бурному росту корневой системы ее соседки, а также сохраняет влагу в почве, уменьшить поросль малинового кустарника. Поможет такой сосед, как кукуруза, стручковая зеленая фасоль способна существенно уменьшить поросль, так как в процессе роста их. Корневая система выделяет специфические компоненты, которые подавляют рост новых малиных побегов. Выбирая, что можно посадить рядом с плантациями малины, стоит руководствоваться рекомендациями бывалых агрономов и запомнить один. Раз, что можно сажать поблизости, а какой овощ или фрукт исключить из «друзей». Разный сосед оказывает свое действие на малину, положительное, нейтральное или негативное. Беспроблемно соседствуют поблизости ежевичные и малинные участки, яблоневые посадки, смородина. Малина и ежевика хорошо соседствуют. Также стоит не забывать о требуемом ягоде уходе, высадить ее стоит в открытый грунт, каждую осень. Проводить при необходимости обрезку и пригибание. Если зима ожидается суровой, использовать укрывной материал. Это относится ко всем сортам малины, вне зависимости растет на кусте желтый плод или красный. В качестве награды будет большой урожай, из которого можно сделать наивкуснейший летний десерт, например, муссово-клубничный торт.